Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня тоже доклад, который должен в первую очередь способствовать раскрытию существующих в исторической науке представлений о степени подготовленности и в ходе реализации Петровских социальных реформ. И начну я, конечно же, за более ранний период рассказывать, а не только лишь про 1710-1712 годы, которые заявлены в теме, потому что Казанский гарнизон в первые годы создания Казанской губернии возник не на пустом месте, а, понятное дело, что была очень длительная история его формирования. Так вот, значит, важным процессом формирования структуры властных институтов абсолютной монархии, начавшимся во второй половине 17 века, было изменение принципов организации армии. И для осуществления более эффективного руководства воинским подразделениям в конце 1670-х годов были введены разряды военной округа, со временем получившие административно-территориальный статус. Это дает возможность рассматривать разряды в качестве прообразов Петровских губерний, так как правительство осуществляло через разрядный центр не только управления всеми воинскими подразделениями, но и всем регионам. Полки казанского разряда впервые упоминаются в 1679 году в росписи разных людей, когда эти военные подразделения были отправлены на южные границы государства, цитата, «для обережения своего великого государя-отчины от прихода турского салтана с войсками и крымского хана с ордами». В этом походе участвовали все разряды, не только казанские, и в этом и в других случаях в документах можно отметить достаточно четкое разграничение между вооруженными силами разных разрядов, что свидетельствует об уже достаточно укоренившейся разрядной системе. Командующим войсками казанского разряда был боярин князь Михаил Юрьевич Долгоруков. Виды вооруженных сил, располагавшихся в понизовых городах, составляли кроме дворянского ополчения, где традиционно казанцы и свияжения обозначены единой цифрой, также включали драгунские и ритарские подразделения и традиционно стрелецкие приказы. Здесь нужно сказать, что объединение казанцев-свияжских было связано с тем, что разбор проводился именно в Казани чаще всего, при этом подчеркивается обособленно, что с казанцами и свияжинами еще иноземцы 166 человек. Это не означает, что речь идет только лишь о выходцах из других государств. Казанцы были записаны в ритары в конце 50-х годов, они также были, естественно, призваны в 79-м году, они составили почти роту, но, так сказать, неполную, из необходимостей 167 человек было только лишь 138. Количество по сравнению с предшествующим перед этим списком 1661 года 1663 не увеличилось, а вот свияжин резко возросло, их стало 598 человек. И очень важно, что изменилось ведение этими военными формированиями, потому что до этого все они ведались только приказом Казанского дворца, теперь же они разделяются между тремя приказами – разрядным и наземным рейтарским. И вплоть до Симбирска и Симбирской засечной черты все ведались в разрядном приказе. Стрельцы, в том числе и казанские, остались в приказе Казанского дворца, остальные были разделены, как полагается, между иноземным и рейтарским приказами. Здесь, конечно же, есть сведения о том, что они также участвовали в других русско-турецких столкновениях в 1686-1989 годах и в 1888-1989 годах. Здесь нужно сказать, что, конечно, вот это сохранялось в рамках Казанского разряда и подчинения воинских сил одного города городовому воеводе, то есть вот такой гарнизонный принцип прикрепления. Городовой воевода в таких случаях обозначался как полковой, так в 1691-1993 годах назывался князь Черкасский. Это действительно полк формировался, к нему присылался письменная голова, и, конечно, это было реальное военное подразделение. Естественно, что с реформами Петра I, уже связанных с военным делом, с азовскими походами, с строительством первых сооружений для обеспечения флота, также включаются и казанские полки, и это мы знаем по предку Гаврила Иванович Державина, ни много ни мало, его дед Николай Иванович как раз в 1697 году уже был призван на охрану шлюзов, естественно, что вместе с остальными дворянами из служилого города Казани. На переменной основе туда отправляли, потому что далее у предка Державина указывается охрана низовых городов на следующий год, потом опять было возвращение в Камышин. То есть здесь была такая постоянная ротация, но это было характерно для военных функций служилого города Казани. В 1700 году в преддверии Северной войны в Казани проводился разбор князя Репнина, в ходе которого были зафиксированы изменения в численности служилых корпораций в Поволжье и изменения имущественно-социального положения служилых людей в городе. Здесь уже мы можем видеть, что те сословные страты, которые были ранее, служилые татары, служилые новокрещенные, служилые тарханы, иноземцы, уже их число значительно сокращается, и фактически среди них остаются только лишь служилые татары и служилые новокрещенные. Конечно, на тот момент необходимым становилось после поражения в Нармской битве не только введение новых принципов нитей службы, но и радикальное изменение социальной основы армии, и дворянство превращалось из рядовых служилых людей в командный состав. Здесь рекрутские наборы, которые сменили также полки даточных людей и полки нового иноземного строя. Естественно, что стрелецкие полки, как вы знаете, были ликвидированы намного раньше. Здесь важно, что подчеркивается для городовых дворян не только изменение их военных служб, но и то, что в 1702 году Пётр I создаёт дополнительный орган управления, фактически, из своеобразных советов дворян города, как обосновывается создание такого органа, цитата, да, «ведать всякие дела своеводы дворянам тех городов, помещиков и вотчеников, добрым, знатным людям по выбору тех же городов, помещиков и вотчеников». То есть этот указ можно рассматривать как юридическое оформление существовавшей до этого практики участия дворян в административном управлении городами и уездами, а также в командовании гарнизонами. И не случайно именно сами служилые люди должны были выбирать этих добрых и знатных дворян. Естественно, показывается это, что соответствие между положением служилого человека в составе дворянской корпорации и значением той службы, на которой он назначался, было общеизвестным, было устойчивым в административной практике. И вот наиболее ярким таким примером является то, что на тот период выдвинулся из одного из обычных служилых городов России, как из выборного списка Никита Алфеевич Кудрявцев, наиболее значимый в составе служилый Казанско-дворянской корпорации, который еще в 1697 году стал вторым воеводой, то есть фактически наравне довольно значимых московских сановников из бояр, потому что назначали, конечно же, на воеводство в Казань только самых знатных. С 1699 года Никита Алфеевич стал вообще единственным воеводой, и так это продолжалось до 1706 года, когда его должность стала обозначаться комендантом. С 1710 года он стал вице-губернатором, то есть выходец из дворянской служилой корпорации уездной, поднимается на такие высокие посты. Это признание заслуг в управлении регионом касалось не только Кудрявцева, другие казанские дворяне также продолжали участвовать и в командовании, о чем свидетельствует назначение казанцев значительно позже, например, в 1714 году на должности ландратов Федора Ивановича Змеева, князя Андрея Александра Андреевича Болховского, князя Дмитрия Уракова, Дмитрия Ивановича Есипова, Ивана Ивановича Малоствова и Василия Людкина. Через год они по новому указу превращались из советников ландратов в комендантов тех городов, где не было гарнизонов. То есть их статус еще был более повышен. Численность состава казанского гарнизона в 1700-е годы не была четко зафиксирована, так как служилы люди, активно привлекаясь к участию в Северной войне. И вот это отсутствие крупного гарнизона в регионе привело к активизации народных движений, в том числе и в Поволжье при Урале, затяжным Астраханскому и Башкирскому восстаниям. Естественно, что для их подавления в Казань присылались новые полки, то есть отправленные для участия в Северной войне полки не возвращались, а присылались другие воинские формирования. Как, например, пишется, цитата, «В Астраханское смутное время в 1706 году был прислан солдатский полк Ивана Рыдыра». Практика проведения разборов традиционной ранее, для того, чтобы уточнять состав корпорации и так далее, продолжалась и в эти годы. Так, в 1704 году по разбору Александра Сергеева многие из казанских дворян были написаны из дворян в драгуны. И очень скоро самых знатных из состава дворянской корпорации переводили на более высокие должности. Так, например, на примере Андрея Ивановича Змеева, можно сказать, что в 1704 году его из стольников переписали в драгуны, затем в 1705 году тот же Сергеев произвел Змеева в офицеры драгунской роты исполнять должность капитана, то есть не капитаном назначил, а только исполнять должность. И только вот в 1709 году уже после образования Казанской губернии первый казанский губернатор, ближний боярин и граф Пётр Матвеевич Акраксин произвел Змеева в чин Каметана, а через два месяца в Майоры. Ну, тут нужно сказать, что, конечно, еще никакой устойчивой терминологии не существует. Я вам почему раздала вот такие небольшие листы. Во-первых, напомню, есть, что такое столбцы. И, конечно же, для того, чтобы вы увидели, как варьируется у нас написание имен и так далее, конечно, тех людей, которые уже появятся после Полтавской битвы в составе нашей армии и в составе Казанского гарнизона в том числе. Змеев, естественно, это был не последнего повышения, позже, в 1713 году он уже станет подполковником. И вот образовывается Казанская губерния. Как бы сразу же мы хотим предполагать, что уже должен быть определен гарнизон. Но вот первые сведения у нас известны только лишь на 1710 год. Почему у меня тема доклада так звучит? Когда по табелю в ближней канцелярии в Казанской губернии было определено состоять трём полкам, одному батальону и 80 человекам. Вот так это определялось. Плюс дополнительно гарнизонные оберегательные полки, про которых написано, что без которых в Казанской губернии содержать невозможно. Известен размер выплат на эти полки. На первые три полка батальона и 80 человек – 27 750 рублей. На оберегательные – 23 263 рубля. Табель в фонде канцелярия Сената сохранила лишь общее сведение по гарнизонам. Так вот указывает источник, а какие полки и что в них людей, того в той ведомости именно не обозначено. В 1711 году последовал указ Петра I, где назначалось жалование на казанские гарнизонные полки уже с указанием, каким чинам, какие полагаются выплаты. Цитата «офицерам против полевых полы, а рядовым по 4 рубли на год». И очень важно, что указывается, для чего же оберегательные полки. Не просто вот так кратко, без которых содержать невозможно, она указывается, цитата, «повсягодно в походах в Казанской губернии за Камою-рекою для охранения закамских пригородов и уездов от приходов и от набегов воровских каракалпак и киргиз-косаков и от измены башкирской». То есть традиционная дозорная функция, такая милицейская, скажем, для служилой корпорации Казани на протяжении всего XVII века. Она, так сказать, продолжилась. За Камской засеченной чертой проблему не решила. Собственно, подавленное только-только к этому времени башкирское восстание, оно как бы не давало об этом забывать. Состав полков был укуплектован только в 1713 году. И вот у нас есть перечень. Когда казанский губернатор, граф и сенатор Пётр Маквеевич Апраксин скрепил списки в Казани драгунских два шкадрона, в них хунтер-офицеров и драгун по 550 человек, русских и немецких пополам. Скрепляет он это не просто, так сказать, как традиционно это требует отделопроизводственная практика, а именно в преддверии похода в апреле 1713 года цитата «против турецкой и татарской войны для охранения Украины». Первый шкадрон состоял под командованием полуполковника, так вот пишется, не подполковник, а именно полуполковник Александр Петров, сын Лопухин. Это не оказанец майор Андрей Колычев, по шесть капитанов, породчиков и корнетов, по одному квартермистру, аттютанту, обознанному, но это будет во всех остальных подразделениях, да, унтер-офицеров и драгон 550 человек. Второй шкадрон, полуполковник Пётр Иванович Ловчиков, и вот очень интересное указание, майор-иноземец, разбитый шведской армией, Яганн фон Илкин. Тут по пять капитанов, породчиков, корнетов, по одному, также этих квартермистров, аттютантов, обозных, а здесь также унтер-офицеров и драгон 550 человек. Первый полк уже здесь офицеры-казанцы, полковник-князь Иван Княж Иванов, сын Львов, полуполковник Фёдор Гаврилов, сын Нормадский, майор Иван Зыков, девять капитанов, по десять породчиков-корнетов, по одному квартермистру, аттютанта, обозного, унтер-офицеров и драгон, тысяча человек. То есть более крупные, так сказать, воинские подразделения управлялись казанцами, служилыми людьми, у которых, так сказать, была генетическая уже традиция управлять гарнизоном. Значит, второй полк, только один из офицеров-казанец, это не полковник Иван Васильев, сын Фифилатьев, а полуполковник Андрей Иванович Змеев, о котором мы уже говорили. Здесь тоже был майором, иноземец разбитой шведской армии Кашпир Магнус фон Франкберг. Да, красиво. Унтер-офицеров и драгон по 900 человек. Отдельные полки солдатские. Здесь казанцы реже намного встречаются, не на первых ролях. У первого батальона полуполковник Гаврил Иванович Сынков-Злов, майор Михаила Жеребцов, урядников и солдат 600 человек. Ещё полк бригадира Афанасьева, Дмитриева, Мамонова. Здесь казанцем был только майор Михаил Языков, а полуполковник Василий Иванович Сын-Заезерский, он другой. Здесь урядников солдат 1200 человек. И вот отдельно казанский полк. Здесь полковником Иван Бернер, майор Григорий Хвостов-Казанец. Здесь урядников солдат 1200 человек. Им выделялось полуполковникам Драгунского шкадрона по 10 рублей жалований, капитанам по 4 рублей, по 5 алтын и по 3 деньги человекам. Иноземцам, шведам по 11 рублёв человеку, по рутчикам иноземцам по 7 рублёв корнету, иноземцам по 5 рублёв. Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с тем, что у русских служилых людей есть имение, есть другие источники дохода, а для этих разбитой шведской армии офицеров источников других финансовых отсутствия. Здесь нужно сказать, что хотелось верить, что все эти полки были укомплектованы, но это не так. И ни один из полков не соответствовал этому штатному расписанию, которое так закрепило Апраксин. У Львова, например, офицеров и драгон было всего 708 человек, русских и немецких пополам. Вы видите, как они подряд шли, эти имена. У солдатских было, офицеров и солдат, 600 человек из них четвёртой доли немецких. У Бернера, унтер-офицеров и солдат, было 800 человек, при том, что я напоминаю, что должно было быть 1200. Вот в списке существует, то, что я вам привожу, это именно к 1716 году уже относящиеся. Как я уже говорила, нет, к сожалению, поимённых росписей на этот период. Но, как мы видим с вами, конечно, приписывание к определённым полкам к тому времени уже было очень жёстким. И, конечно, можем считать, что вот эти имена, которые я вам раздала, они, конечно, были уже зачислены в эти полки к 1712 году. Понятно, что на примере нашего казанского гарнизона мы можем видеть, что сначала при образовании Петра прежняя чиновная стратификация трансформируется согласно идее регулярного государства в ранговую модель постепенно. Обязательная служба для нерусских элит станет привилегией. Распад служилых корпораций Среднего Поволжья это зафиксирует. И вот таким образом мы можем увидеть на этом материале как происходит механизм распада, как действовал механизм распада, складывание и складывание нового шляхетского сословия в рамках одного региона в первой четверти XVIII века. Процесс формирования новой элиты регулярного государства вы видите, да, был обусловлен прежде всего изменением видов службы. И корпорации Среднего Поволжья через изменение функциональной значимости их службы меняли свой состав. Это определяло их имущественное положение и ускорялся процесс чиновных перемещений. То есть все эти процессы мы можем увидеть на примере нашего казанского гарнизона. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова